МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире первой независимой ЗАП-ТВ в студии Роза Бабаян. Мы показываем новости, читы из Забайкальского окрая. Спонсор нашего выпуска – Прииск Соловьевский. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прииск Соловьевский – одно из старейших золотодобывающих предприятий Дальнего Востока. Современное производство, новые технологии и бережное отношение к экологии. Рабочие места и стабильная заработная плата. Реализация соцпроектов на территории деятельности. Нам важно, что останется после нас. Ведь главное золото – люди. Сейчас коротко о том, что расскажу вам я и мои коллеги в этом выпуске. Очередная праздничная дата – 370 лет российской государственности в Забайкальском крае, в честь которой местное правительство организовало концерт в Москве за 18 миллионов рублей. Почему опытные историки сомневаются в достоверности этой даты, расскажем далее в выпуске. Скандал вокруг приюта для животных разгорелся нешуточным. Сегодня мы лично приехали на территорию питомника для того, чтобы посмотреть, как здесь содержатся собаки и поговорить с руководителем организации. Все подробности смотрите в выпуске новостей. Теперь об этих и других событиях расскажем подробнее. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов и его почетное окружение с размахом празднуют 370 лет российской государственности в регионе. Откуда взялась эта дата, о которой слышно только по необходимости, расскажем далее в нашем сюжете. В этом году в Забайкальском крае активно отмечают 370 лет российской государственности в регионе. Якобы именно столько лет назад территории современного Забайкальского края вошли в состав российского государства. С тех пор, как эта земля ввелась в российское государство, во всех важнейших событиях нашей страны самым ярким образом участвовал народ Забайкалья и земля Забайкалья. Если ввести в поисковой строке запросы о дате вхождения региона в российское государство, самой популярной публикацией становится не страница из энциклопедии Забайкалья, а публикация информационного агентства, где и рассказывается о 365-летии. Датирована статья 31 августа 2020 года. Три года назад. Подождите, а где потерялись еще два? Или сейчас год? За два пошел. Внезапный юбилей и огромный праздник для всего правительства господина Осипова. Очень по-забайкальски. Мы решили спросить у профессиональных историков и самостоятельно убедиться в достоверности этого события. Первым делом наша съемочная группа отправилась на историко-филологический факультет Забайкальского госуниверситета. Ну, дата, очевидно, спорная. И у серьезных исследователей, историков, ученых, она вопросы может вызывать. По моему мнению, привязались к 1653 году, что в этом году у нас было. В этом году у нас, согласно такой традиционной точке зрения, идущей из Советского времени, была основана чета города. Что на сегодняшний день оспаривается рядом краеведов, историков, поскольку подтверждение документальных, что именно в этом месте было подбище и зимовье казаками, частью казаков Петробики этого отряда сделано нету. Есть точка зрения, что одни исследователи говорили советского времени, что это было на устье реки Читы Бьяновка до этом году. А если иной подход, который говорит, что это было повыше в сторону домных населенного пункта, то, соответственно, такое считать нельзя. Первые официальные упоминания города Читы датируются 1680-ми годами. Как отмечает историк, окончательной и подтвержденной даты российской государственности на территории современного Забайкалья нет. Привязаться однозначно к дате 1653 года и казакам Бекетово сложно. Изначально началось активное развитие западной части региона, то есть теперь уже современной республики Бурятия. На мой взгляд, более правильная дата была через два года. Там было 370 лет с момента создания Нерчинского воеводства. То есть формально, по указу царя Алексея Михайловича, было создано Нерчинское воеводство. При этом в отдельных публикациях нужно встретить Даурское воеводство. Откуда это берется, тоже сказать не могу. Нерчинское воеводство, и то есть формально государство с 1655 года считает эту территорию в составе себя. Вхождение территории в 1655 году является формальным, то есть подтвержденным документальным. По мнению эксперта, здесь тоже не стоит говорить о полном присоединении новых территорий к государству, так как точечное строительство нескольких острогов еще не говорит об этом. Существуют разные точки зрения, что еще на протяжении нескольких десятилетий здесь шли постоянные столкновения с кочевыми племенами и с манжурами. Несмотря на то, что территория вроде была в составе русского государства, но она, дать честно, она сейчас-то во многих местах и не освоена, и заброшена, и песня «По диким степям Забайкаль» вообще появилась, как считается, где-то в 19 веке только. То есть территории, они войти вошли, но время для того, чтобы они серьезно оказались в составе российской государственности, нужно было какое-то определенное. Дата неопределенная, мнения историков расходятся. Однозначных документальных подтверждений вхождения в состав в 1653 году тоже нет. Но логотип уже есть. Придумали. Новый год в крае будут отмечать в стилистике именно 370-летие. По такому поводу павильон Забайкальского края поставили в Москве на ВДНХ. И даже отыграли концерт в Кремлевском дворце. Кстати говоря, в той статье, которую мы упоминали, дата более верная. По мнению историка, правильно считать вхождение с 1655 года. Значит, 370 лет было бы в 2025. Вот они и обнаружились, эти два года. Два года не 10, никто и не заметит. Дальше мы отправились в Краеведческий музей. Много, на самом деле, споров на этот счет, поскольку даже до сих пор точное место не установлено данного строго, то есть где он располагался. Ну, помимо этого, некоторые у нас историки, краеведы, в первую очередь, Забайкальские придерживаются той истории, что все-таки правильнее отчитывать с 1655 года, когда Нерчинское воеводство было основано. Но все-таки вот такая дата именно основания, строго, которое описано в документах, то есть в выписках специальных казацких, то есть мы говорим о том, что все-таки это существующий факт, это зимовье было на самом деле. Ну, соответственно, и дата от этого отходит, думаю, с 1653 года. А между тем, в ноябре в Кремлевском дворце прошел концерт, посвященную этому вот уж по-настоящему громкому событию. Мы пытались узнать, кто из первых лиц края полетит в Москву на выставку и концерты. Как по классике, по накатанному состав делегации чиновников оказался неизвестен. А вот артистов отправили аж 330 человек. Перелеты творческих коллективов обошлись в 11 117 612 рублей. Гонораров за выступления артисты якобы не получали. Общая стоимость мероприятия 18 180 000 рублей. Но это без учета перелетов чиновников и из бюджета Забайкальского края. Чуть позже мы отправили запросы о стоимости участия героини нашего недавнего сюжета Виктории Бонни в публикации, размещенной в телеграм-канале Александра Осипова. Мы спросили, во сколько российских рублей обошлась запись с участием интернет-дивы, в которой она нахвалила забытый ею Забайкальский край и приглашала на выставку в Москву, читая по бумажке. Отвечать в администрации губернатора вообще не посчитали нужным. Кроме того, в ответе на запросы о перелетах артистов отметили, что событие определено исторической датой и регулярно проводить его не планируют. А может быть и планируют впереди март 24-го года и никто не знает, что еще придумают политтехнологи с Чайковского 8, чтобы заявить о своем кандидате. Валерия Наумова, Анастасия Шадрина, Иван Дементьев, ЗАПТ-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Глава Бурятии Алексей Циденов Во время прямого эфира прокомментировал закон об эвтаназии бездомных собак. Об этом сообщает телеканал Оригос. Закон, который мы приняли, предусматривает возможность пожизненного содержания собак в приютах. Мы будем содержать собак в пунктах временного размещения, и либо найдется новый хозяин, либо животное заберет частный приют. Возможности мы не ограничиваем. Мы не готовы перекладывать на бюджет республики пожизненное содержание собак, заявил Циденов. Также глава республики отметил, что проблему нужно решать комплексно. Помимо закона, люди должны проявлять ответственность и не выбрасывать собак на улице. Напомним, в Бурятии разрешили усыплять бородячих собак. В Госдуме призвали запретить эвтаназию бездомных собак в республике. Бывший начальник отдела по молодежной политике администрации губернатора Забайкале Людмила Эмих заняла пост заместителя главы Читинской администрации Инны Щегловой. Об этом сообщили за ПРУ в пресс-службе мэрии краевой столицы. Эмих пояснили, в администрации будет курировать социальную сферу. 11 декабря ее представила сити-менеджер Инна Щеглова во время еженедельной планерки. Напомним, ранедок пост занимал Александр Глушенко, об отставке которого за ПРУ стало известно в середине октября. Его обязанности временно исполняла глава комитета образования Оксана Кирик. На оперативном совещании губернатор Забайкалья Александр Осипов выразил недовольство реализации плана газификации Читы. По его мнению, текущий подход к выполнению плана не позволит достичь цели в 2024 году, об этом сообщает ЗАПРУ. Необходимо изменить радикально подход. Если мы продолжим так же, как сейчас, то в следующем году мы не сможем выполнить план по газификации, заявил губернатор, обратившись к вице-премьеру Алексею Гончарову. Тот, в свою очередь, согласился с претензией Осипова. Напомним, ранее в Рио-Зампредо правительство Забайкальского края Алексей Гончаров заявил, что показатели газификации города значительно отстают от плана. Также ранее о прокладке газораспределительных сетей в краевой столице отчиталась региональная МинжиКХ. В культурных учреждениях Забайкаль с 10 декабря введены ограничительные меры за рост сезонных заболеваний. Об этом сообщает прислужба Минкультуры края. По сведениям ведомства, в госучреждениях максимально ограничат проведение массовых мероприятий с участием детей и взрослых. В кинозалах введены 15-минутные интервалы между сеансами для того, чтобы сотрудники продезинфицировали помещение. 3D-очки, кресла, дверные ручки, поручни, лестницы. В музеях водятся маршруты для разграничения потока посетителей на вход и выход из учреждения, говорится в сообщении. Ранее сообщалось об ограничениях на массовые мероприятия в школах Читы. Позже глава управления Роспотребнадзора Забайкалья Светлана Лапа доложила, что ситуация с ростом заболеваемости не является критической. 3 декабря вспыхнула перепалка между зоозащитниками и работниками приюта. По мнению любителей животных, сотрудники организации хотели увезти более 500 собак на территорию Бурятии и там их усыпить. После скандала животных вернули обратно в вольеры. Съемочная группа ЗАП-ТВ побывала в приюте для того, чтобы посмотреть, в каких условиях задержат его обитателей и что на самом деле хотели сделать с питомцами. Все подробности в материале Виктора Соловьева и Ирины Тимофеевой. Суббота, полдень. Перед нами огороженная забором территория. На воротах вывеска «Приют для животных 5 звезд». На входе под аккомпанемент собачьего лая нас встречает руководитель компании Александр Солдатов и несколько вольно разгуливающих по питомнику собак. Остальные сидят по вольерам. Страх быть покусанным присутствует сильный, но работники уверяют, что съемочная группа ЗАП-ТВ сегодня в полной безопасности. Цель нашего визита – разобраться, что на самом деле произошло здесь 3 декабря, в день, когда зоозащитники заблокировали работу приюта и обвиняли сотрудников в якобы уничтожении нескольких сотен собак. Зашли на территорию приюта, видим, что нас встречают собаки, которые бегают выпущенными. Это следствие чего? Почему они у вас так разгуливают? Есть собаки, которых мы выпускаем из вольеров. Они уже сидят у нас давно, то есть они прогулялись и зашли в свой вольер. Знают свой вольер, знают, что их там накормят, там подстилка, то есть есть будочка, то есть это уже неездовые условия, как говорится, для них созданы. Люди, которые говорят, что они зоозащитники, называют себя зоозащитниками, то есть они далеки от этого. Какие они устраивают? Ну, такие мини-диверсии, да. Они приезжают в приют, говорят, что они помогают. На самом деле, почему им перестали запускать некоторых людей? Некоторых людей, да, вот, которые уже проявили несколько раз, даже после многих предупреждений наших, как говорится, не соблюдали правила посещения приюта. Они приходят и буквально за день открывают примерно там 12-15 вольеров. И собаки выбегают на улицу. Среди них бывают и агрессивные. Вот. Это бардак. Во-первых, нам потом нужно идентифицировать животных. Ну, у нас хорошо, на бирках есть номера. И искать вольер, в какой обратно высадить, а некоторых собак не так просто поймать. Территория-то большая достаточно. Во время нашей беседы с руководителем приюта под ногами постоянно снуют на вид грозные, но совсем не агрессивные собаки. Некоторые псы выпущены специально на прогулку. Это те дворняги, которые уже адаптировались к новому месту жительства. Однако часть из них разгуливают по территории питомника по воле тех, кто называет себя волонтерами и зоозащитниками. Таким нестандартным способом эти люди пытаются спасти животных от якобы издевательского отношения со стороны сотрудников приюта. Появляются в сети фотографии от этих волонтеров, которые попадают на территорию, ну какие-то вот истощенные собаки или еще что-то. То есть это прям реально собака голодует или есть какие-то другие факторы, влияющие на ее внешний вид, на внешний вид собаки? А причины тут на самом деле несколько. Выбрать собак, ну во-первых, такая общая статистика, скажем, не то что допустимая, а средняя статистическая падеж на приютах в России, ну где-то около 15%. В некоторых приютах больше, там 30-40% погибает животных, да, от разного уровня качества ухода за ними. У нас менее 3-х, даже 2-х процентов падеж. Это болезни, старость. Это может быть болезнь, это может быть старость, это элементарно, может быть стресс какой-то, да, и собаки к нам попадают в очень разном состоянии. Конечно, какие-то собаки могут здесь похудеть, но не потому что их не кормят, потому что они болеют. Мы оказываем им помощь, но есть неизлечимые заболевания какие-то, да. Вот у нас найдут они за день, да, 2-3 собаки худоватые, маленько там ребра торчат, да. 2-3 из скольки? Из тысячи! Это 0,1-0,3 процента. Мы настолько не жалеем денег на содержание собак, все, что от нас зависит, мы это делаем. В среднем сколько тратится денег на содержание одной собаки? Сказать очень сложно, потому что нельзя считать только по кормлению. Ну, где-то около 100-150 рублей. Слушаем руководителя питомника и принимаем решение осмотреть вольеры для того, чтобы понять, в каких условиях на самом деле содержатся животные и отчего их постоянно пытаются спасти зоозащитники. Рандомно выбираем несколько рядов и идем на осмотр. Кстати, посмотрите состояние собак. Они говорят, мы-то собак доводим. Да, это... Ну, хотя найдите хоть одну собаку, да, среди этих. К вопросу о том, что собаки плохо питаются и живут в ужасных условиях. Вот даже если посмотреть на собак. На кормление собак в неделю я трачу около полумиллиона рублей только на корма. Не на процесс кормления, а только затраты на корма. Корма мы покупаем уровня ниже дили. Вот, дили, чапи. Ну, вот дили в основном у нас корм такой. Поедаемость у него хорошая, качество хорошее. У меня у самого дома есть домашняя собака. И мы можем наблюдать, когда у нее улучшается качество корма, у нее начинает лосниться шерстка. Вот сейчас выбежала собака из вольера, которая к нам подбежала, да, и ее вот обратно сейчас ребята уже убрали. То есть видно, что у нее шерстка лоснится. Но это же ее не намыли, не начесали. Это же естественный лоск. Это естественный лоск. Это уже корма, видите, сбалансированная. Я за многие годы уже его, ну, каракалимен и этим кормом, я вижу, что не только поедаемость, то есть там не только вкусовые качества у нее правильные, да, количество витаминов. Достаточно усвояемость у животного хорошая. То есть именно поэтому вот лоснящаяся шерсть, округлые, как говорится, спины, да, это вот как раз результат того, что рацион правильный, рацион сбалансированный, и он подходит в данной, вот именно в вашем регионе. Лоснящаяся шерсть и округлые бока говорят о том, что питаются животные хорошо. Работники приюта стараются содержать вольеры в чистоте. Конечно, можно увидеть клетку с собачьими экскрементами, но это нормально. Животных тут более тысячи, и в мгновение убрать везде задача непосильная. Но, тем не менее, дворняги не выглядят истощенными и голодными. А вот эти щенки, это потом сейчас подбрасывают? Подбрасывают, вон, ищут глядят. Щенков часто подкидывают к приюту. Просто подъехали, быстренько бросили машину, а что ты, догонять нет смысла. Выкармливаем, кто коробку поставил, коробка закрытая, запечатанная, открываешь, а там подарок тебе. В каждом вольере есть миски с кормом и свежие подстилки из соломы. Утоляют жажду собаки, поедая снег. В зимний период времени только так можно напоить псов, не заморозив в мисках воду. Я не знаю еще ни одного предприятия, которое бы покупало в Сибири, пусть и Дальний Восток, снег. Вот у меня на покупку снега, чтобы напоить собак, уходит в месяц более 100 тысяч. То есть это не где-то вон собранный? Это не собранный снег, это не снег там с дорог каких-то грязных. Разумеется, мы не будем, но дороги могут там, ну, у вас, наверное, не посыпают химией, как у нас в Иркутской области. Но, тем не менее, мы закупаем именно снег с нормальной чистой воды. Зимний вариант собачьей поилки. Это всегда, да, он был зимний вариант. Но вот в Иркутской области, допустим, мы спокойно обходимся снегом, осадками, которые выпадают, а здесь нам приходится покупать. Скандальная история с перевозкой собак якобы на убой прогремела на всю страну. Сегодня мы лично убедились в том, что животных содержат в хороших условиях. Стоит отметить, что мы сами выбирали, какой вольер и каких собак снимать. Да и причесать более тысячи особей ради приезда съемочной группы в приют невозможно. Так что будьте осторожнее. Вдруг вы снимете про нас какую-то... Расскажете правду, которая не понравится вот этим нашим недоброжелателям. Обязательно учтем, Александр Александрович? Обязательно, да. Они снимают спящего щенка и говорят, что он сдох. Собака после операции, запустили волонтера, да, она еще просыпается в вольере, да. Они ее снимают, говорят, вот смотрите, собака эта. На этом прогулка по питомнику не заканчивается. В ближайших выпусках мы расскажем о планах по расширению питомников, какие процедуры проходит каждая собака после того, как попадает в вольер, а еще как некоторые недобросовестные защитники животных, нелегально зарабатывают на больных собаках деньги и подрывают репутацию тем, кто работает на благо региона и пытается защитить нас и наших детей от нападения диких бездомных собак. Виктор Соловьев, Ирина Тимофеева, Павел Шухляев, ЗАП-ТВ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Гончарова Оксана инвалид детства. Гончарова страдает параноидной шизофренией. В настоящее время нуждается в лечении в специализированной клинике в Москве, оплатить которой ее семье не по силам. Благотворительный фонд «Спасательный круг» открывает сбор помощи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В благотворительный фонд «Спасательный круг» за помощью обратилась Гончарова Елена. Ее дочь Оксана страдает параноидной шизофренией. Оксана страдает с 7 лет. У нас установлена инвалидность. Инвалидность была инвалид детства с собственными отклонениями. В 15 лет была установлена уже конкретная диагноз, уже прогрессирующая шизофрения, параноидное постоянное течение. Тогда был стресс. После этого стресса уходила она у нас из дома. Домой мы искали, конечно, полицию, что у нас нашли. И отлежала она у нас 3 месяца. Выписали. Но мы выписали в таком состоянии, конечно, ее тресло вот так, мы, конечно, потом это все опять пролечивали по месту жительства. В возрасте 18 лет произошел еще один срыв. Снова начался приступ. Мы поехали напрямую к доктору. И нас увезли в поселок Ивановка. Там психиатрическая больница. Она там тоже 3 месяца отлежала. Там подобрали лекарство. Называлось оно Модетен-депо. И на этом Модетен-депо мы уже несколько лет уже об этом... Он ее поддерживает, психическое состояние, с которым мы ее привезли уже. Постоянно. А сам принимает этот препарат? Да. Но сейчас, на сегодняшний момент, его нет ни в одной аптеке города. Нужно искать замену. Мы нашли аналог, но он почти не помогает. Состояние-то улучшается. Какой целью вы хотите пройти лечение в Москве? Ну, мы планируем, чтобы нам подобрали лечение, которое начнет их реально помогать, чтобы в лучшую сторону было. Надеемся, что... Ну и как клиника нам гарантирует, что проведут полностью обследование, снова подберут лечение, ну и психологически поработают. И, в общем-то, в принципе, уже и с ней, и со мной, соответственно, потому что мне тоже тяжело. Все это уже дается. Мы это все тяжело, конечно, переживаем. Добрые люди. Мы просим помощи для лечения Оксаны. Потому что такую сумму мы собрать не можем. Для нас она сможет вне подъемная. Всех заранее благодарю. Сумма к сбору составляет 331 782 рубля. Помочь Оксане вы можете на сайте благотворительного фонда «Спасательный круг». Это все новости на сегодня. Спасибо, что вы с нами. Обязательно ставьте лайки под каждым нашим сюжетом и программой и под нашими выпусками новостей на Ютубе. Делитесь публикациями ЗАПТВ в социальных сетях на своих страницах и делитесь с друзьями. Именно так нас становится больше. На этом я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До скорых встреч. Продолжение следует... Мы поможем подобрать нужную модель и комплектацию. У нас есть выгоды. Покупка в трейдинг и кредит. При покупке 8 Pro Max зимние шины в подарок. Ждем вас в нашем автосалоне. На сегодня это все. До новых встреч в эфире. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Редактор субтитров А.Семкин